К тому, что позволительно для мусульманина, и к тому, что не позволительно. Мне, если честно, чуть сложно об этом говорить, потому что не хочется никого задеть, обидеть случайным образом. Ваша религия запрещает вам этими инструментами пользоваться. Существуют специальные халяльные индексные фонды, если вы вдруг хотите стать мусульманским трейдером. Реальный препод. Итак, всем доброго времени суток, друзья. С вами снова Деулет Арманович. Я уже очень давно не видел камеру, и сегодня у нас будет довольно-таки интересный выпуск. Сегодня мы пообщаемся с вами об халяльных инвестициях. Сейчас, когда я записываю это видео, до сих пор продолжается священный месяц Армадан. Я как бы мусульманин, но к глубоко религиозным людям себя причислить не могу. И информация, которая будет мной сегодня выдана, она как бы из открытых источников. Мне не удалось проконсультироваться ни с одним имамом. Они мне в большинстве случаев просто не отвечали. И как бы те, кто отвечали, они как бы такие, ну, не понимали, видимо, о чем идет речь особо. Не получилось у меня с первых уст словно узнать эту информацию. Ну, в общем, сегодня о религиозных инвестициях для, об халяльных инвестициях для мусульман. О тех инвестициях, которые разрешены по шариату. Ну, а прежде чем мы начнем, прошу вас поставить лайк под этим видео. Кстати, выражаю вам огромную благодарность за то, что вы поставили лайки на предыдущих трех роликах. Это действительно позволило, как бы, хорошо, так неплохо толкнуть видео вперед. И если вы сделаете это сегодня еще раз, я опять буду вам очень-очень благодарен. Ну, а мы начинаем. В общем-то, какова ситуация? В Хуране прописаны определенные правила. Правила могут относиться к юридическим аспектам, к бытовым порой. И, конечно же, к деньгам тоже. Есть определенный свод правил. Ну, свод правил, который относится к деньгам. К тому, что позволительно для мусульманина и к тому, что непозволительно для глубоко верующего мусульманина. Но в то же время, опять-таки, у нас страна светская. И многие люди от рождения мусульмане, в то же время, это не мешает ему употреблять алкоголь. Ненормативную лексику, пить-курить. В исламе прописаны некоторые правила, которые касаются как бытовой жизни, так и юридических сторон жизни. Ну, и в том числе, инвестиции и деньги тоже были в некой мере затронуты. Мне, если честно, чуть сложно об этом говорить, потому что не хочется никого задеть, обидеть случайным образом. Поэтому, если вы услышите что-то, что вам покажется грубым с моей стороны, не воспринимайте на свой счет. Можете просто написать, что я, не знаю, не шарю в этом деле и все. Этого будет более чем достаточно. В общем-то, основные запреты распространяются на расставщичество, на фиксированную доходность. И, то есть, такие варианты в какой-то мере лишают вас права заниматься ломбардами, банковскими займами, депозитами. Вот эти инструменты как бы для вас в какой-то мере становятся недоступны с той точки зрения, что ваша религия запрещает вам этими инструментами пользоваться. Ну и, конечно, также мы все знаем, что алкоголь запрещен, табак запрещен. Ну, то есть, опять-таки, финансировать бизнес, который зарабатывает с алкоголя, табака, оружие. Также запрещена индустрия развлечений в виде казино, гостиниц, кино и музыки. Фьючерсы, так как продажа акций с наценкой является расставщичеством в какой-то мере. Если вы знаете в этом деле чуть больше меня, то обязательно тоже об этом напишите. Ну, а что разрешено? А разрешено, на самом деле, конечно, много чего разрешено. И самый обычный бизнес, конечно же, разрешен. И инвестиции в акции тоже разрешены, и фондовый, вообще, в принципе, фондовый рынок. В ETF-фонды даже есть специальные халяльные ETF-фонды, аналоги самых популярных ETF-фондов, которые мы сегодня, кстати, тоже упомянем. Ну, давайте сейчас. Что разрешено, в общем? Финансирование бизнеса за определенную долю от прибыли. Называется «Мушарака», «Мударака» и «Карт Аль-Хасан». Вот, короче, вот так это называется. По сути, я в одной из книг читал про одного мусульмана, бизнесмена в Москве, у которого свой мусульманский банк. И он рассказывал там о том, что мусульманский банк чуть иначе работает, в том плане, что мусульманский банк, допустим, выдавая кредит, он как бы не выдает кредит, а как бы покупает долю в твоем бизнесе. И ему условно свои вот эти договоренности со своими клиентами потом приходится переводить на классический язык понимания банкиров и как бы трансформировать это в обычный кредит, условно, когда они сдают какую-то некую отчетность. Таким образом, в какой-то мере можно сказать, что обходятся вот эти правила шариата, но в то же время они, наверное, преображаются чуть-чуть в какой-то мере и, в общем-то, обретают другую немножко форму и формально перестают быть харамом, скажем так, да? Что еще разрешено? Приобретение имущества с последующим правом выкупа инжара. Лизинг, ипотека, как бы вот это можно, да? Купля-продажа мурабаха, то есть, ну, купить недвижку, продать недвижку, это вам тоже разрешается, точно так же, как купить акцию, продать акцию. Трейдингом вам заниматься можно, если вы вдруг хотите стать мусульманским трейдером. Выпуск исламских ценных бумаг, сукук. Если честно, я не знаю, чем отличаются исламские ценные бумаги от других. Если так чисто предположить, то, допустим, скорее всего, облигации с фиксированной стоимостью, возможно, запрещены. Видимо, исламские ценные бумаги, а не какие-то другие, с нефиксированным процентом. Может быть, я сейчас никогда даже в голову мне не приходило искать для приобретения исламские ценные бумаги. Но если вдруг вам интересно, вы можете сами поискать. Налог на богатство тоже разрешен. В общем-то, если вы правоверный мусульманин и все же хотите заниматься инвестициями, в большинстве случаев для вас не будет совершенно никаких проблем. Кроме, опять-таки, тех случаев, когда вы не до конца понимаете, во что вы инвестируете. Допустим, инвестируете вы, скажем, в фонд, который занимается, вы подобрали для себя какой-нибудь ETF фонд, индексный фонд, который инвестирует в фуд индустрию, которая занимается едой. И туда, кстати, порой могут входить и табачные изделия, и алкогольные изделия. И если, допустим, в таком фонде тысяча компаний, не всегда у вас, возможно, будет возможность проверить каждую из этих компаний. Проверить, чем каждая из этих компаний занимается. И опять-таки, даже если эта компания выпускает, вплоть до того, что даже она выпускает халяльную продукцию, в то же время она может вполне себе выпускать не халяльную продукцию, а, возможно, даже, опять-таки, табак и алкоголь. Так как у вас не всегда есть возможность получить прямой доступ к деятельности, обрести понимание того, чем занимается компания, не всегда это возможно. Здесь вы непреднамеренно можете, условно, нарушить законы, которые вам приписывает религия. Чтобы этого избежать, существуют специальные халяльные индексные фонды. Или, опять-таки, халяльные компании, которые позиционируют себя как халяльные компании. В то же время, важно помнить, что некоторые хитрые мерзавцы могут использовать это как маркетинговую уловку, чтобы просто завлечь аудиторию инвесторов-мусульман. Это тоже необходимо держать в голове. Мне интересно лично, кто контролирует, насколько справедливо та или иная компания клеит, допустим, на свою продукцию надпись «Халал» или «Кошер», да? Да, возможно, условно, там какой-то имам пришел или какой-то еще кто-нибудь пришел, проверил это все, сказал «Да, да, да, все нормально, но дал ли он какую-то бумагу, кем это регулируется? И если, допустим, я напишу на этой книге, на моей книге, что она халяльная, будет ли кто-нибудь, кто возразит и скажет «Нет, это не халяльная книга»? Или, наоборот, все просто заигнорят это? Пожалуйста, держите в голове, что в этом деле, вообще в инвестициях, в принципе, вне фондового рынка очень много обманщиков. Но даже на фондовом рынке самом, легальном, на самой бирже, даже там присутствует обман. И вот в таких вот мелочах он может крыться, поэтому вы должны это иметь в виду. Считается, что такие компании, как Apple, Facebook, Nestle, Johnson & Johnson и многие другие, это халяльные компании. То есть, инвестировать в них можно мусульманам. Допустим, давайте подумаем о том, что Apple реализует айфоны, да? И в большинстве случаев реализует их в кредит. То есть, если мы говорим о том, что 70% мобильных телефонов Apple реализовывается в кредит, а кредиты запрещены. Нет? Я читал о том, что если прибыль не халяльная, она отдаётся в качестве пожертвования. Но куда отдаётся? Вопрос. Ну да, это, в общем, такая открытая религиозная дискуссия. Я бы не хотел такую полемику здесь развозить, если честно. Давайте вместо этого, чтобы я не продолжал демонстрировать свою низкую осведомлённость в вопросе религиозных инвестиций, я вам просто сейчас дам список фондов, индексных фондов, которые являются халяльными официально. Опять-таки, кем официально? ХЗ. Но, как бы, говорят, что они халяльные. Эту информацию я, кстати, нашёл в Инстаграме у Аркена Динасылова. Если вы подписаны на мой канал, возможно, ну, уже давно, довольно-таки, вы, возможно, видели подкаст с Аркеном. И вот он там дал список этот. Сейчас я расскажу, в общем, вам об этих фондах. Ну, а если вдруг вам стало интересно, кто такой Аркен Динасылова, вот здесь вот подкастка. Можете посмотреть. Длинный подкаст, очень интересный. И также я сюда добавлю подсказку о том, что такое ETF, если вы досмотрели до этого момента и до сих пор не поняли, что такое ETF. Исламские индексы. Dow Jones Islamic Market Index. D-J-I-M. Dow Jones Islamic Market US Index. Dow Jones так и так. Короче, просто списком их тут добавлю. Тут все Dow Jones. Ещё некоторые исламские. iShares, MSCI, World Islamic, UCEDS, ETF. Весь мир. В общем, мировые акции религиозные. В общем-то, ну вот, короче, здесь, вот здесь вот прям списком сейчас будут индексные фонды. Вот каждый из них, в принципе, можете рассматривать для инвестиций, если вы правоверный мусульманин, который никогда не нарушает законы шариата, не ругается матом, не употребляет алкоголь, не курит сигареты, держит пост, конечно же. Ну, а я, к сожалению, не такой, поэтому я инвестирую в другие вещи, в совершенно обыденные для таких, как я. Возможно, для таких, как вы, если религиозным вы не являетесь. А, опять-таки, извините, если вдруг я вас чем-то обидел. Я стал замечать, что порой я это делаю на автомате. Ну, точнее, не я это делаю, люди почему-то на автомате на меня обижаются за всякие мои слова. Поэтому, если я вас чем-то обидел, не обижайтесь, я не со зла. В общем, всех целую. Всем желаю богатства. Поэтому, ну, и опять-таки, если вы религиозный мусульманин, это ни в коем случае не значит, что фондовый рынок, биржа для вас закрыты. Инвестировать нужно всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok